Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Футбольное обозрение и я Евгений Мандрахович. Нашу передачу мы начинаем со стадиона Полесья, который находится в Козенках и где сегодня состоится финальный матч чемпионата Мозорского района. Финал чемпионата Мозорского района по футболу стал заметным событием в спортивной жизни столицы Полесья. И как мы знаем из прошлой передачи, в споре за первенство сошлись команды-монтажники Мозорь-Соль. В нем раньше финального матча прошла встреча за третье место, в которой сборная Мозорского НПЗ со счетом 4-1 одолела ДСК. Но то было только предтеча завершающему матчу чемпионата, в котором с самого начала повели монтажники гол на счету Александра Чайки. А после пошла вязкая борьба, не приносящая до прыда времени гола. И только в тот момент, когда представители Мозорского монтажного управления готовы были вскинуть руки вверх, празднуя победу, приключился пенальти, четко реализованный Дмитрием Лосевым. До финального свиска цифры на табло 1-1 уже не менялись. Судьба чемпионата выявляла серия пенальти, оставшаяся за командой Мозорь-Соль, голкипера которой Иван Пигулевский справился с одним ударом соперника. Итог поединка 1-1-5-3 по пенальти. Впервые в истории чемпионом Мозорского района стала команда открытого акционерного общества Мозорь-Соль. По отношению к игре, в начале игры, я надеялся, что самая сильная команда, это, кстати, НПЗ. Играющие ребята, вот, после НПЗ я считал это монтажник. Но так это футбол, так оно получилось, что мы стали чемпионами, выиграли по пенальти. Это лотерея. Поэтому я скажу, что три команды, именно НПЗ, монтажник мы, достойно отыграли турнир. А то, что мы выиграли, это фарт. Это фортуна, это все футболисты, что на НПЗ, что в ДСК, что у нас люди, которые прошли футбол. Кто в первой лигах, кто в вторая, кто в высшей лигах. Юрий Зенин – легендарный левый защитник Мозорского футбола в 80-х-90-х годах прошлого века. И сегодня, в свои 49 лет, он стал чемпионом Мозорского района. В 49 лет! Чем не образец беззаветного служения футболу и премьера. Своим младшим товарищам по команде, среди которых было немало футболистов, прошедших школу Славьи Мозырь. Этот год был для нас, если честно, показательным. Потому что такой сильной наша команда еще никогда не была. Такой, какая она есть сейчас. У нас есть очень хорошие игроки. Это вот вратарь пляжного футбола команды М-Сити Пигулевский Иван. Кашевич Сергей, нападающий вертикали Калинковичской. И очень-очень сильно помогли команде такие игроки, как Макаревич Артем и Кривошеев Алексей. То есть это были основополагающие игроки, которые дали вот такой хороший старт и рывок нашей команде. Любопытно, что в свою быту с футболистами Славей Мозырь и Саша, и Александр Былицкий тренировались у Вячеслава Федоровича Шевчика, тренера, который в финале руководил действиями монтажника. Получается, ученики обыграли своего учителя. Я считаю, что можно играть после профессионального периода на любительском, так как и рабочий соль завода. И очень-таки интересно, и команды растут с каждым годом все сильнее и сильнее, и чемпионат становится намного интереснее. И все же верили ли сами игроки команды Мозырсуль в победу над командой, выступающие во второй лиге чемпионата Республики Беларусь? В успех, конечно, верили, но волнения такого не присутствовало. Мы в турнир весь уверенно отыграли, и к этой игре спокойно подошли, и были настроены только на победу. На взгляд Александра, какие козыри есть у команды, в которой он имеет честь быть игроком? Считаю, за счет характера у нас это все получилось, и сплоченности коллектива. Все ребята дружим, играем вместе. Так вот сложилось все удачно. Ну что же, еще раз поздравим всех участников чемпионата Мозырского района по футболу 2016 года. И подчеркнем, что на сегодняшний день сильнейшая любительская команда столицы Полесья. Эта команда открытого акционерного общества Мозырсуль. Важнейшее событие Мозырского футбола стал матч 25-го тура чемпионата страны, в котором наша команда на родном для себя стадионе «Юность» принимала соперника из Минского района команду «Ислач». Так сложилось, что в этом матче подопечным Юрия Иосифовича Пунтуса нужно было все непременно брать очки в зачет турнира «Таблица перенства». И раз уж мы сказали очки, то понятно, что исключительно победа могла удовлетворить в полной мере наш клуб, который на этот раз, кроме атрибутики, изумительного маскота «Орла» преподнес своим болельщикам приятный, полезный и вкусный сюрприз в виде гречневой каши с тушенкой, а также чай. Тут мы должны поблагодарить и отряд пограничной службы «Прудок», который сотворил эту прелесть. И, безусловно, это придало сил мозорским любителям футбола, которые расположились на трибунах и начали подбадривать любимца. Те, кстати, вышли на матч в следующем составе. Капитан Николай Романюк, Олег Страханович, Александр Кубис, Владислав Борисенко, Ярослав Шкурков, Владислав Жук, Евгений Кунцевич, Александр Араевский, Денис Ковалевский, Павел Султанов и Андрей Воронков. Соперники, не глядя на крайне короткую скамейку запасных, два игрока и вратарь, а также отсутствие по болезни главного тренера Виталия Недвича Жуковского, выглядели грозно и с самого начала первого тайма не уступали хозяевам поля, а где-то даже и превосходили их. Что говорить, если именно Ислыч открыл отсчет в матче на 26-й минуте и сделал это Дмитрий Комаровский следующим образом. Вот мы видим, Ислыч вбрасывает аут из-за боковой, вброс мяча в трофную площадь и здесь даже непонятно, касался Комаровский мяча или нет. Гол, гол ворота Славии Мозри, гол в чем-то курьезный, но такие голы в какой-то степени украшают футбол, вот только жалко, что гол этот был забит в ворота нашей Славии. К счастью, тут же Славия Мозри сравняла счет после углового удара и сие события произошло так. Вот мы видим, как Ислыш Арханович готовится подавать угловой удар, подача в штрафную площадь и великолепно, наконец-то Андрей Воронков забивает свой гол с игры. Отличная на этот раз игра нападающего, а Андрей Воронков 1-1. И больше голов в первом тайме забито не было, а в перерыве мы обратились к тренеру дублирующего состава Славии Мозри, Игорю Анатольевичу Слисарчуку, подопечные которого. Днем ранее сыграли с дублем Ислыча в ничью 3-3, уступая по ходу матча три мяча. Ну, если рассматривать итоговый результат, то, конечно, очень не удовлетворен, очень, особенно действиями в обороне в первом тайме. Да, были во втором тайме маленькие помарочки, это что касается обороны. Что касается в целом игры, ну, матч мне очень сильно понравился, понравилось направление, которое я выбрал, и что игроки следуют ему. То есть организация игры в атаке очень сильно порадовала. Было много наигранных комбинаций, было много хороших взаимодействий, индивидуальные игры, что немаловажно. Но разочаровывает реализация. Неустанно, неустанно продолжать работать. О направлении, которое выбрал Игорь Анатольевич, мы попросили его рассказать подробнее. Я сторонник быстрого футбола вертикального. Взаимодействия в малых группах. При переходе из обороны в атаку сторонник быстрого перехода. Ну и как не спросить про сюрприз клуба в виде каши с чаем? Тем паче, что Игорь Анатольевич был одним из самых активных участников этой питательной акции. И вот нужны ли такие вкусные сюрпризы? Передают ли они футбольному матчу дополнительный привлекательный антураж? Конечно, нужны. Хорошее начинание, учитывая погодные условия. Даже сам попробовал неоднократно. Не могли бы обойтись и без юных болельщиков, без их чаяний, Надежда. Я жду, чтобы наша команда очень сильно победила, чтобы она победила. Главное, чтобы наш клуб победил. Наш следующий юный зритель уже несколько лет занимается греблиной байдаркой Кануа. И он уже со стороны спортсмена, пусть и юного, рассуждает о прошедшем тайме. Футбол мне тоже нравится. Это как мой второй любимый вид спорта. Первый тайм был медленный. Я надеюсь, что во второй тайме будет что-то как-то быстрее, чтобы счет вылился к победному. Второй тайм действительно порадовал поклонников Слави и Мозырь. Команда хозяев имела преимущество, и хоть у ее ворот тоже хватало опасных моментов, именно подопечные Юрия Иосифовича Пунтуса вели игру. Освежали матчи и замены, которые в Славе и Мозырь произошли между следующими игроками. Павла Султанова заменил Игорь Костров на 56-й минуте. Владислава Жука на 67-й минуте сменил Александр Котлеров. И под занавес матча на 81-й минуте вместо Александра Кобица на поле появился Бруно Леменчевский. И именно один из игроков, вышедших на замену, сделал голевой пас Олегу Страхановичу, когда он в самом конце матча, уже после окончания основных 90-й минут, забил решающий гол. Вот мы видим комбинацию, пришедшую к голу. Выбивает мяч капитан команды Романюк. Идет борьба. Бруно Леменчевский сумел перевести мяч. Здесь Воронков. Тут же Александр Котлеров. Прекрасный пас. И с ударом, с отскоком от газона Олег Страханович забивает не просто важный, феноменальный гол. И вот мы видим радость Олега Страхановича и всей нашей команды Славия Мозырь. Такая нужная, такая важная победа. И она была достигнута. Славия Мозырь-Ислыч. 2-1. Мы поклялись друг к другу. И тренер нам, как сказал у нас во дворе когда-то в советское время, перед друг другом давали слово, что выиграем. Поэтому, если бы мы не выиграли, наверное, нас бы сослали в ссылку какую-нибудь. Поэтому надо было выиграть обязательно. Ну и перед болельщиками реабилитироваться, наверное, хоть в какой-то чуть-чуть мере. После была приз-конференция, которая наконец-то прошла после победного для Славии Мозыря матча. В первую очередь, конечно, хочется поздравить соперника с победой. Очень, конечно, скажем так, не то, что неприятно, да, но тяжело, конечно, проигрывать матч на последних минутах, можно даже сказать, секундах. Считаю, что концовку матча, в принципе, ребята провели довольно качественно. И было порой эпизодов, когда, в принципе, игра могла повернуться совершенно в другую сторону. По крайней мере, по счету. Ну, в принципе, это не умаляет достоинства соперника. Они создали довольно опасные моменты. И исполнить сискаемое мастерство у них в концовке игры оказалось, конечно, лучше. Юрий Иосифович начал свою речь со слов поддержки главному тренеру Ислыча, Виталию Леонидовичу Жуковскому, которого не было на матче, следствие болезни. Первое, я хочу, пользуясь случаем, пожелать быстрого выздоровления Виталия, потому что я знаю его сегодняшнюю проблему. Это мой друг, это мой ученик. Я уверен, что не умаляет достоинства Паша, который сегодня руководил командой, был на бровке, что мы получили маленькое преимущество в этом плане, что Виталия не было на бровке. Вы знаете его харизму, вы знаете, как он может в любой момент повернуть, зависеть ребят. Вот, я, пользуясь случаем, также могу сказать, что я сегодня проанализировал, да, я там как бы за правду какую-то бился, но ее сегодня в этом направлении достичь тяжело. И вот те шесть игр, которые, это ни в коем случае я не оправдываюсь, что я такой, будучи на бровке, но все равно факт есть факт, я от него никуда не денешься. Шесть матчей, которые я провел вне своей площадки тренерской с командой, все шесть матчей команда проиграла. Поэтому роль главного тренера в этом прямоугольнике или на скамейке, она, поверьте, очень важна. Очень важна, потому что ребята сегодня таковы, что надо вовремя где-то крикнуть, подсказать, и когда этого нет. Что касается сегодняшней игры, сегодняшней победы, она очень долгожданная, очень радостная, тем более в таком детективном исполнении, когда все уже казалось, Лелик, все пропало, все ушло. Вот мы по моментам сегодня могли, могли быть победителями раньше, а могли и проиграть. Правильно Паша говорит. Игра для зрителей. Я уверен, что была интересная, не холодная, как погода. Вся погода футбольная, отдельная. Спасибо работникам стадиона, которые подготовили в это непростое время, такое поле, оно сегодня соответствовало игре. И я думаю, что пусть наш календарь очень сложный, но 5 игр это 15 очков, аппетит приходит во время еды, мы ни в коем случае не сдаемся и не думаем, что мы, набрав 30 очков, где-то в какой-то мере кто-то так сказал. Но я так чувствую, что это цифра, которая не даст упасть в первую лигу, и сегодня можно психологически немножко и расслабиться, а побороться просто за очки в каждом матче, а самое главное за болельщика, за престиж команды, которая умеет играть в футбол, но, к сожалению, мастерство наше сегодня не на самом высоком уровне, и поэтому мы попадаем то в белую полосу, когда мы обыгрываем ИБАТЭ, и можно сказать, на равных играем из Динамо Минской, с Шахтером и Родиной, и бывают те провалы, которые мы вместе перенесли, вот за что хочу зрителя-болельщика попросить прощения, потому что, ну, это тоже надо пройти, команда только делается, становится, вот, поэтому нам сегодня, как воздух, нужна была эта победа, и мы вот таким способом ее как-то вот на жилах, на удаче, но мы ее достигли, поэтому я очень-очень рад, так же, как и ребята, которые остались в раздевалке. Много было интересного на этой пресс-конференции, всего и не расскажешь в рамках одной передачи, посему мы перейдем к другим результатам 25-го тура. Гранит Микошевич и Батэ Борисов 0-1, Нафтанава Полоцк, Ромкоча, Минск 1-0, Динамо Минск, Динамо Брест 2-1, Шахтер Сталигорск, Минск, Нуревая Ничья, Торпеда Беложодина, Неман Гродно 1-0, Слудск, Витебск 2-1, Городей Белшина 1-1. Турнирная таблица за пять туров до конца чемпионата страны обрела следующий вид, кстати, нового своего чемпиона, Борисовского Батэ, настоящего титана отечественного футбола, который выигрывает титул уже в 13-й раз, причем 11 чемпионских титулов команда Анатолия Анатольевича Капского завоевала подряд уникальный результат. Кстати, свой нынешний титул Борисовчане получили после победы на Микошевичском гранитом. Славия Мозри, как мы видим, поднялась немножко в турнир на таблице перенества, она на 10-м месте. И на этой неделе уже состоится следующий 26-й тур. В нем встречаются 21 октября Крумкаши-Минск-Гранит Микошевичи, 22 октября Витебск-Натаново-Полоск, Ислач-Минский район Торпед-Белос-Жодино, Неман-Гродно-Городея, а 23 октября Белшина-Бобрус-Шахтер-Солигорск, Минск-Динамо-Минск, Динамо-Брест-Слуск и на Борисово-Арене в 18 часов Батэ принимает нашу Славию Мозырь. Ну и, наконец, еще одно событие, мимо которого наше футбольное обозрение просто не могло пройти. Турнир на призы футбольного клуба «Славия Мозырь» «Футбольный костричник», в котором участие наряду с представителями нашего клуба приняли его верные болельщики. И уже в первом полуфинальном поединке они, две команды наших верных рыцарей футбола, сошлись между собой. Трибуна Дэй и старая школа – так именовались две команды футбольных болельщиков. И в результате упорного поединка на мини-футбольной площадке спортивно-оздоровительного горнолыжного комплекса «Мозырь» эти две команды выявили финалиста. Им стала трибуна Дэй со счетом 3-2, обыгравшая оппонента. Голы в этом матче забивали. У победителей – Павел Шилюк, Илья Бурак и Антон Плохов, а у старой школы – Влад Лашук и Константин Рябчиков. Атмосфера позитивная. Очень рад, что организовали такой турнир. Давненько хотели сыграть с командой, за которую мы болеем очень долгое время. И, в принципе, атмосфера очень положительная и веселая. За что Константин любит футбол? Свою родную команду «Славия Мозрь». Футбол за что-то любить – это сложно. Его любят всегда, как есть. Многие с детства, многие занимались. Соответственно, когда-то закончили заниматься в спортивных школах, интерес к футболу остался. И постепенно перешли на трибуну, поддерживая родную команду локальную. Это обычное явление. Как славно, что футбол стал неотъемлемой частью жизни наших футбольных болельщиков. И если Константин – один из лидеров старой школы, то наш следующий собеседник – душа следующего поколения футбольных фанатов. И вот чувствует ли он, Павел Шилюк, особую атмосферу этого мероприятия? Дух футбола, который объединяет как профессиональных футболистов, так и их верных болельщиков. Чувствуется, конечно. Это большой праздник сегодня. Очень интересная задумка была устроить этот турнир. Как бы и наша инициатива, и Андрея Григорьевича. Решили сделать такой турнир между фанатами и командой. Очень все здорово. Вот мы первую игру выиграли, вышли в финал. Ждем соперника. Соперник трибуны Дэйва являлся по итогам второго полуфинала, в котором сошлись Славе Экстра, Игорь Слистарчук, Владимир Бешта, Александр Соблиенко, его тезка Клименко и Артем Галяк. И Славе Суперстара – Николай Сергеевич, Иван Борисевич, Артем Шут, Вадим Тябус и Андрей Василец. У каждой из команд были свои болельщики, в том числе и с числа родных и близких игроков. Как, например, в случае с Игорем Анатольевичем Слистарчуком, который прибыл на футбольник «Острышник» со всей своей дружной семьей. Эти турниры, конечно же, нужны. Объединяют болельщиков и команду. Одно целое получается. Самый младший Слистарчук только готовится стать футболистом. Хочу добиться очень больших успехов. Ну и все. Приятно было увидеть в числе участников Андрея Григорьевича Васильца, в прошлом одного из лучших игроков полейского футбола. А сегодня директора футбольного клуба Славия Мозыриной, призы которого и проводился футбольный «Острышник». Это мероприятие, в общем-то, такой мини-турнир футбольный. По инициативе наших болельщиков, в общем-то, сложилась уже приятная тенденция, мы с ними подружились. И, в общем-то, у нас намечены различные мероприятия, которые будем постоянно проводить. Это и вот такие турниры, которые, мы надеемся, будут ежегодными, постоянными. Он называется «Футбольный Кострышник». А, в принципе, можно, наверное, сделать и футбольный июнь, и футбольный январь, и март, и апрель. И, в общем-то, каждый месяц, может быть, получится. Мы будем с ними проводить футбольные соревнования, чтобы они от слов переходили к делу. И кроме поддержки нашей команды на стадионе, сами участвовали в спортивных соревнованиях. В общем-то, занимались здоровым рост жизни. Свой класс Андрей Григорьевич продемонстрировал в игре, забив прекрасный гол и поспособствовавший победе его команде со счетом 7-4. Кроме Андрея Григорьевича, голы забивали Николай Сергеевич, Иван Борисевич, Артем Шут, Владимир Бешта по два и Артем Галяк с Игорем Слиссорчуком. Таким образом, в матче за третье место сошлись «Славья Экстра» и «Старая школа». Несмотря на все старания футбольных фанатов, профессионалы футбола были сильнее 7-3. Галеодор и Александр Клименко, Хет-Трик, Владимир Бешта, Дубль, Игорь Слиссорчук, Александр Цебленко, Андрей Казберович и Константин Рябчиков. Ну а в финале было настоящее пиршество голов, и тоже представители футбольного клуба оказались сильнее. «Славья Суперстар» обыграла трибуну Д-9-4. В этом поединке настоящим бомбардиром показал себя Артем Шут, забивший пять мячей. Всего на его счету семь голов турнира. А также завидную меткость продемонстрировали Иван Борисевич, Владислав Шилко, на их счету по хет-трику. Еще по мячу провели Бурый и Николай Сергеевич, но после состоялась церемония награждения с вручением победного кубка капитану «Славии Суперстар» Андрею Григорьевичу Васильцу, который, мы в это верим, когда-нибудь поднимет над головой торфей профессионального футбола. Уже не как игрок, а как руководитель команды клуба, но клуб этот «Славия Мозри» будет показывать игру, подходящую под определение «Суперстар». Ну что ж, дорогие друзья, это одна из самых насыщенных и интереснейших недель в жизни футбольного клуба «Славия Мозри». Завершается, завершается удачно. И как бы этот турнир не завершился, он станет настоящим праздником как для болельщиков, так и для футболистов «Славии Мозри», да и для всего футбола. Любите «Славию Мозри», дорогие друзья, любите футбол. На сегодня это все. С вами был «Футбольное обозрение» Евгений Монархович, Олег Фиснер и Вячеслав Приписнов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова